Президент Латвии не будет избирать народ, по крайней мере пока что. Так сегодня решила юридическая комиссия Сейма. Однако председатель комиссии и бывший министр юстиции Гайдис Берзинш не исключил возможности создания рабочей группы, которая все же займется вопросом всенародно избранного президента. Впрочем, некоторые эксперты полагают, что выбранный народом президент расколет латвийское общество на два лагеря. Почему? Разбиралась Анастасия Дьяконова. Законопроект о всенародно избранном президенте некачественный и в данной форме его поддержать нельзя. Так депутаты юридической комиссии объяснили нежелание голосовать за представленный проект. К тому же в данном случае придется изменять некоторые статьи Конституции. Это можно сделать двояко. Во-первых, это решение парламента, где требуется конституционное большинство. Это две трети из двух третей. И другой путь – это путем референдума. Одна десятая часть граждан Натвии может подать законопроект о изменении Конституции. И если парламент это не утверждает, такой законопроект уходит на утверждение народа. Как отмечает эксперт по конституционному праву, если бы данный законопроект был поддержан сегодня, понадобилось бы еще как минимум два месяца, чтобы он вступил в силу. Это в лучшем случае. Но такие выборы состоялись бы только в 2019 году. Однако, по его мнению, проблема заключается вовсе не в изменении закона. Его последствия могут привести к тому, от чего сегодня латвийское общество пытается избавиться всеми силами. Всенародно избранный президент может разделить латвийцев на русских и латышей. Такого мнения придерживается и политолог Юрис Розенвалдс. Президента, если речь идет, конечно, о соревнованиях, избирает какая-то часть населения, а представлять он должен все население. Быть президентом не одной группы, а всего общества. И в таком обществе, которое все-таки разделено достаточно существенно, как и является латвийское общество, здесь есть определенные с этой точки зрения риски. Это надо осознавать. Как отмечают эксперты, избранному латвийским народом президенту пришлось бы вмешиваться в политику. Ведь на выборах ему необходима программа, которая заинтересует избирателей. Социальные гарантии, повышение зарплаты, пенсии. А это, по сути, не является его прямыми обязанностями. Обсуждали сегодня в комиссии и то, должно ли быть президентское голосование в Сейме закрытым, как сейчас, или же его следует сделать открытым. Мы бы знали, какие партии и каких кандидатов поддерживают. Тогда были бы и дискуссии о более ясных и четких критериях выбора, а также почему одна или другая партия голосует за или против. По закону избирать нового главу государства Сейм должен не более чем за 30 дней до окончания срока действующего президента. По неофициальной информации, в этом году президентские выборы должны состояться в конце мая.